150 миллиардов рублей. В такую сумму краевые власти рассчитали расходы региона в следующем году. Доходы 140 миллиардов рублей. Бюджет остается социально ориентированным. На сферу соцполитики потратят больше всего 50 миллиардов рублей. Пока еще все последствия различных изменений, ограничений, трансформации нашей жизни, которые происходят в связи с пандемией коронавируса, достаточно точно прогнозировать сложно. Поэтому если будут дополнительные возможности, мы их с вами точно как же соберем, если распределим. Ветераны, которые переезжают в другой регион, сохранят за собой право ежемесячной выплаты за счет средств краевого бюджета. По оценке разработчиков, на это понадобится около 2,5 миллионов рублей в год. Таких пока у нас немного человек, 310 человек. Остальные категории граждан, те, которые у нас переезжают, имеют, например, труженики тыла, там репрессированные, те же чернобыльцы, семипалатинцы, у них сохраняются все льготы и в других территориях. Большое внимание привлек проект федерального закона о санитарном благополучии населения, который поступил в краевой парламент не так давно. Речь идет в том числе о QR-кодах. На этой сессии мы не будем голосовать, мы просто эту поправку предложим снять с рассмотрения, для того, чтобы как раз провести честное обсуждение. Потому что сейчас просто на этой теме некоторые политические силы спекулируют. Наша задача широко обсудить, а не просто сегодня получить громкие публикации в СМИ. И еще одно важное решение. В ходе сессии депутаты в окончательной редакции установили ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков. 500 рублей продавцам и до 15 тысяч юрлицам. Закон прописывает ответственность и за повторное нарушение. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.